здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема лилии и я очень хочу чтобы вы понимали что вы там понакупили и что с этим всем делать и если еще не купили то я вам предложу вариант который даже очень хорош что купить и где это сделать конечно каждой женщине у которой есть какой-то да клочок земли и мужчине тоже хочется все таки найти красоты небесной вот вот как бы вы не говорили что я не люблю цветы когда вы видите лилию ну нет ни одно сердце равнодушным не останется вот лилии на самом деле на планете земля их всего-то ну 9 видов скажем 9 видов что такое вид а это вот так вот такая классификация например это американские лилии это целый вид у нас их очень мало правда очень мало я еще не встречала в продаже американскую лилию они от метра до двух метров высотой количество цветов на них просто зашкаливает ну я даже не могу вам сказать это количество но минимальное 50 до 100 штук можете себе представить это огромные деревья это у нас на ярмарках пытаются написать лилийное дерево и впихнуть нам да какие-то там высокорослые лилии совершенно не относящиеся к этому виду за очень большие деньги значит другой вид который достоин внимания это конечно восточники восточная лилия ориенталь она просто потрясающе знаете мишвидова гибридов очень много и наши селекционеры научились ну как бы до скрещивать эти виды и получать результаты просто потрясающие чего стоит ло о гибриды л это лонги флорум это лилия изначально о о это два раза восточница ориенталь значит восток и представьте себе этот гибрид да это с ума сойти можно просто и высота его и красота его и запах его и количество цветов это просто умопомрачительно я хочу сказать про восточные линии почему-то они первые появились в продаже самые первые и почему-то сейчас считается что это лилия очень капризно милые мои не капризные это не до той степени как вы себе там понадобали это азиатки но они то ну да они пестрые они 2 там два колора и 3 color они могут быть какие угодно но это очень быстро отцветающие с мелкими цветами невысокие такие растенец а ну да как поле ромашка это имеет место быть на любой даче ну царицы то царевна и принцессы и это же другое вот восточные до акапулька розовая монреаль белая это те лилии которые продаются в павильонах они единственные что от вас хотят чтобы вы помнили про кислотность почвы и чтобы не забывали минеральных удобрений положить а самое главное вот начались дожди ну пожалуйста ну посадите вы их под укрытие то есть накройте пленкой чтобы дождь их не намочил не лепестки не листики и уж тем более им под корни воды столько не надо они не любители переувлажненной почвы совсем нет и если зима да это для них страшное дело со влажной землей сухой землей без проблем ну набросайте вы сверху лапника господи боже мой вот у меня в руках восточная лилия сейчас продажи они вот так упакованы и упакованы сказать и сказать очень правильно вот здесь находится вот такая вот луковица это выгонка так называемо очень крупная луковица а обратите внимание на стебель да он немножко кривоват но значение не имеет пока он розовый и бело розовый мы можем еще глубже его вот так посадить в почву вот этот вот да расточек скромненький очень и уверяю вас что он будет свести причем не в один цветок и даже не в три и ваша задача купив вот это они так и упакованы в пакетики вы должны просто обжать почву как следует ну дополнительный не забудьте что он должна быть слегка влажная лилия не любит когда у нее там мокро все это ей не нужно можете одеть сюда резинки намотать можете просто завернуть в плотную бумагу чтобы придать какую-то форму а я придумала другой вариант я хочу сделать вот так вот так аккуратно да и взять и например это все привести в порядок ну примерно вот так для того чтобы стебель ее зазеленел и чтобы у нее не было проблем впоследствии сейчас я скажу почему я так отрезала вы догадались уже наверное да вы же у меня умница вот вот так мы обрезали ну конечно можно поровнее с косого глаза понятное дело только тетя не может так обрезать смотрите вот эта высота что вам напоминает до литровая банка конечно поэтому вы можете ну прям сделать из полиэтилена это может быть молочный пакет из-под молока сливок сметаны неважно но он должен быть высотой как литровая банка и вы туда эту лилию начало земельки сантиметра 3 потом лилию потом засыпали все ну так чтобы литровая банка у вас была засыпана почвой тогда у этой лилии красавицы у нее же смотрите вот тут вот у нее луковица да вот тут она это под луковичные корни а вот до сих пор будут над луковичные корни и здесь будут детки ну разве такую красавицу ну не хочется размножить конечно хочется вот вам будет маленький ксерокс и у вас все вырастет и поверьте мне что уже через год вы можете отсаживать деток и совершенно спокойно да не забывайте кормить только то знаете детки то они же образуются когда все хорошо накормлено ну а какие почвы нужны об этом мы поговорим чуть попозже ну а сейчас я вам все-таки советую хотите купить хорошие или покупайте вот в таком исполнении это лилии восточные всего добра вам и до свидания